Древняя Кода Древняя Кода – маленькая речушка с ласковым названием Кодушка. Отсюда берет многовековое начало православия Югры. Именно здесь, в древних землях княжества Кодского, появилась первая православная обитель. Сначала Троицкая церковь, а затем и Свято-Троицкий монастырь, ставший оплотом христианства на Древней Югорской земле. Когда Россия приобрела Сибирь, так скажем, после похода Ермака, Кодские князья, обладая большой территорией, и довольно сильное княжество было, они пошли на службу государству, а, как бы сказать, в оплату за это государство позволило им сохранять какую-то самостоятельность еще где-то в пределах полувека. И вот, когда князь Алыч, главный большой князь этого Кодского княжества, умер, в 1599 году вдова, жена его, поехала в Москву с младшим сыном и приняла христианство. И вот с разрешения Москвы была построена первая церковь живоначальной Троицы. Это в 1600 году. Именно княгиня Анастасия и упросила царя основать в своих владениях православный храм. В феврале 1600 года березовским воеводам была послана царская грамота о строительстве в Коде церкви во имя живоначальной Троицы. Вскоре появилась еще одна в честь соловецких чудотворцев Зосимы и Савватия. В 1656 году строится другая церковь. Эти как бы уже приходят в ветхость, строится церковь, но тоже называется Троицкая, Свято-Троицкая, но деревянная. И вот эта церковь деревянная, она существует сто лет уже. И где-то в году в 1653 через епархию священник Макарий обращается с просьбой, да, и по инициативе местных хантов обращается с просьбой, чтобы здесь открыть монастырь. И 20 октября 1657 года поступает грамота царя Алексея Михайловича с разрешением и прямо так, если дословно говорить, в том коцком городке монастырю и старцем быть и жалованием их обеспечить. Вот мы считаем эту как бы датой основания монастыря, поскольку эта грамота официальная. После обветшания деревянной церкви поставили новый пятиглавый Троицкий храм с колокольней, оградой и пределами во имя Казанской иконы Божьей Матери и святого Николая Чудотворца. Но проведению дано монастырю в древней иконе. Христову веру обсуждено здесь местным утверждать народе. Земля на все четыре стороны, по три версты, два острова и лук за обью. Монастырь стал главным начатком будущей жизни окрестных поселений. Монахи ковали серебро, делали сливочное и конопляное масло и, конечно, рыбачили. В 1863 году, например, в монастыре было до 40 пудов рыбьего жиру. Добывали и следу, делали окна для монастырских нужд и на продажу. В 1679 году царем Федором Алексеевичем, братом Петра I, до его вступления в царствование, была пожалована Никольская заимка на реке Исеть. Это в Ялутаровском уезде или, так как говорят, в дистрикте, раньше называли место. Была пожалована заимка, которая принимала беглых за землю, давала им земли и закладывала, и постепенно эта заимка начала развиваться. Там была большая пашня, 350 десятин земли пахотной, там был конный завод, коровы. В общем, это тоже было очень такое мощное хозяйство. Именно она была приписана к этому монастырю. Иван Щекотский – наиболее значимая и загадочная фигура строительно-хозяйственной монастырской истории. Будучи иеромонахом, он стал одним из руководителей раннего Урала-Сибирского старообрядчества. В 50-70-х годах 17 века являлся строителем Котского Троицкого монастыря и фактически исполнял обязанности его настоятеля. Совместно со своим единомышленником, старцем Авраамием, Иван Кандинский владел хорошей библиотекой и вообще был многоталантлив. Летописцы называют его то экономом, то строителем, то рудознатцем. В 17-18 веках Кандинский монастырь стал важнейшим поставщиком хлеба на рынок Березовского уезда. Игумен Макарий, например, добился от государственных властей право выдавать денежное и хлебное жалование на выкрещенном остекам. А светские власти вообще брали у монастыря ржаную муку взаймы. До начала первой переписи 1673 года в монастыре жили 83 человека, 27 монахов, 5 вкладчиков, 2 трудника монастырских, 2 строшных работника, 30 бабулей, 1 ссыльный, 16 крепостных служебников с семьями и уже 38 новокрещенных. Один, Ярк Трифонов, Зырянин, остальные, видимо, были остеками. Согласно законодательству 17 века, православный не мог жить среди язычников, почему новокрещенных и селили около монастыря, давая им новый социальный статус бабулей или крепостных служителей. Безбедной жизнью Котского монастыря положил конец манифест Екатерины II о секуляризации церковных земель, то есть изъятии их в пользу государства. С этого момента стали часто меняться настоятели монастыря, появляться указы о хранении лицами духовного чина, благообразия и благочиния. К концу 17 века в Котском монастыре подвязалось уже более 40 человек-братьев. В это же время монастырь становится местом ссылки и заключения. Узники и пятимщики отправлялись в монастырское послушание на покаяние и труды. Были и колодники, самый известный Ильин, беглец, и злый раскольничий лжиучитель и противник, присланный из Екатеринбурга. А в 1745 году Котское обитель вообще было захвачено и разграблено разбойниками. Кстати, по преданию, один из жителей поселка повторил подвиг Ивана Сусанина. Зырянин Михаил повел злодеев в лес, на места, где были установлены остяцкие ловушки на диких зверей. Разбойники сгинули в чаще лесной, но не вернулся назад и сам Михаил. Тогда из близлежащих юрт они проводника из местных взяли, а он характером был крут. Что уготовил им, не знали. Он, как Сусанин, их увел в тайгу к Уралу напрямик. В такие дебри их завел, что все погибли, с ними проводник. Уже ко времени переписи обитель стала важным духовным центром северо-запада Сибири. Совместный труд в суровых условиях приполярия сплотил монахов и население обители в единый социальный организм, разделение в котором происходило по отношению к тем обязанностям, которые каждый его житель взял перед православной верой и церковью. Развитое хозяйство монастыря, нравственный авторитет братьи стали основой для миссионерской деятельности, сыгравшей большую роль в массовом гречении язычников Обского Севера в начале XVIII века. Много потрудился на поприще духовного просвещения язычников митрополит Тобольский, управлявший в то время огромной по территории епархии от Уральских гор до Тихого океана Филофей Лещинский. С 1711 по 1715 годы, приняв схему, Филофей, которому шел уже седьмой десяток, лично занимался миссионерской деятельностью среди племен епархии, последовательно уничтожая предметы языческих культов и проповедуя православие, в чем весьма преуспел. В начале XIX века в Прикотском монастыре открылась первая школа для остяцких и русских детей. Учили чтению, письму и священной истории. Просвятилицкая функция монастыря продолжилась и после преобразования его в женский. В конце XIX века он стал филиалом Иоанна Веденского женского монастыря Тобольской епархии. Направили монашек туда во главе с Анной Дружининой. Женщины, как обычно, активно берутся, привели все в порядок. Монастырь засиял убранством, территория была обновлена, прибрана, и школа заработала. Не приминули посетить достопримечательность Кандинска, монастырь и отставной лесничий Алексей Андреев с тобольским купцом Александром Сыромятниковым. По их дневникам, по лиц ссыльным Николаем Подревским, составлена вышедшая в 1895 году книга «Поездка на Северный Урал». Казначейша монастыря, за отсутствие настоятельницы, приняла нас очень любезно, показала церковь, монастырскую школу и охотно отвечала на наши вопросы. Мы поинтересовались и просветительской деятельностью монастыря, ведь в таких медвежьих углах культурных сил крайне мало, и на обязанности церквей и монастырей лежит не только религиозное, но и светское просвещение народа, особенно туземного и народческого населения. Оказалось, что при монастыре имеется школа для остяцких девочек с десятью ученицами. Почему так мало, спросили мы, но получили в ответ, что это еще много, и при том благодаря исключительно голодному году, так как остяки считают совершенно лишним образование для женщин. Путешественники отметили повышение престижа монастыря в глазах местного населения после преобразования его в женский. Монахини в числе 22 ведут деятельную и трудолюбивую жизнь. Между прочим, они посеяли овса, льну и занялись огородничеством, которое, несмотря на суровый климат Кандинска, преуспевает. Сразу же после Октябрьского переворота большевики отобрали имущество и земли монастыря. В 1924 году большевики закрыли монастырь, но еще действовал Троицкий храм. А в 1930 году и его закрыли и разграбили. Но вот сломать до конца так и не смогли. Монашеская молитва оказалась крепче. Монастырь закрылся в 1924 году. И настояли на закрытии в основном комсомольские организации района. Потому что уже как бы шла борьба пропаганды атеизма. Надо было женщин оскрепостить, как-то приучить к общественной жизни и прочее, оттянуть от церкви. Вот его закрыли. Церковь функционировала до 1930 года. Ее закрыли в 1930 году. Моя мама, последняя пара, мои родители венчались в этой церкви. Вот. 11 октября 1929 года. В 1930 году закрыли. По свидетельствам старожил наших, что имущество церковной иконы, утварь сжигали. И люди верующие пытались спасти их. Вот маленькие иконки, какие-то мелкие предметы пытались спасти. Но основная часть все-таки была сожжена. Мать моя, Калачева Лидия Сергеевна, 900-го года рождения. Из малого отломания, из семьи верующей, она верующая была. Ну, значит, она ей говорит, громили, жгли и уничтожали не коммунисты. Коммунистов ни одного не было. А коммунисты только ночами собирают комитет бедноты. Это же лентяи они и сейчас, и тогда были. И там их научивают, как все делать. И вот они днем и свирепствуют. Ну, мать была молода, 20 лет. Она на лошадях и сены, и дрова все возила. И мы от церкви-то всего 100 метров. Вот она бегала туда. Так прямо из огня выхватывала, кое-что вытаскивала. Вот сейчас ходили в приход, там были. Вот самая большая-то икона-то стоит. Вот она оттуда спасла. Ну, и таскала все. Иконы это спасала. Там сразу мужики топорами рубят, в огонь кидают. И вот она успевает, выхватывает. Люди вручную разбирали кирками. Там не множество людей, но там единицы, там 2-3 человека. Вначале вроде бы как брали этот кирпич для собственных нужд, для строительства печей. А потом, позднее уже, значит, стали мастить дорогу. Вот эту улицу Ленина, она была у нас глинистые, эти такие места. Поэтому у нас практически машин-то в то время не было. Поэтому, в общем-то, на лошадях ездили. Ну, вот укрепляли эту дорогу. Да сами ломать-то не могли. Потом вызвали, значит, от кого-то через Москву. Там возле Москвы-то всякие эти религиозные, это там специалисты. Вот оттуда, перед войной, в 40-м году приехали со своими инструментами. Он же, каждый кирпич 8 килограмм. И такая, сейчас вот, ну, на цементе, тогда такой состав сделанный, что даже кирпич от этого инструмента крошится. А этот не могут. И вот они, значит, мучились. И, ну, они-то, значит, инструмент был, так начали разбирать. А это наши-то местные-то мучились, крошили только. И вот, я сам помню, сделали таки с самого верха, это жалоба, и вот кирпичи-то опускали. Ну, вот и домой притаскивали, по 8 килограмм каждый кирпич. А перед этим, значит, еще наши местные-то коммунисты могли, это сняли кресты сверху, кумпала и эти, колокола. И на баржи, и как, куда увезли, это уж не знал. Вот и все. Здесь были, вот внизу, там в подвале, была керосин торговали. Тут, значит, 501-я стройка была, это жили арестованные, это жили и тут и конюшня была. Это, да, это достоверно, может любой подтвердить. Позднее уже, он, по сути, был бесхозный. Ну, может быть, он где-то и числился в каких-то документах, но вообще-то, мне кажется, что он был бесхозный, потому что любой мог прийти, что ему надо, то он брал. Значит, а потом уже где-то в годах, ну, наверное, в 60-х, в конце 60-х годов, наверное, точно я дату не смогу запомнить, вот передали, это почта, она была же электросвязь и почтовая связь, электросвязи. Они вот пристроили деревянный предел, двухэтажный, и вот там ЭТС, там был ЛАЗ, вся связь электрическая. Видите, все-таки не удалось разрушить до конца, Господь, наверное, не позволил. То есть, что здесь, наверное, не наверное, точно должна возразиться эта обитель, этот храм. Мы стараемся молиться, службы здесь проходят. Единственное, когда зима, мы здесь не служим. А в такие, в осенние, а когда батюшка Константин приехал, мы даже на улице служили, у храма на улице с осени, ну, и уже и снег был. Потом перешли сюда, сделали, когда нам разрешили войти в это здание, мы вошли в него, навели порядок. Ну, вы видите, такой минимальный порядок. Но, тем не менее, все-таки люди с удовольствием сюда приходят. Акустика хорошая, звук хороший. Благодать Божья, видимо, не оставила нас. Царю небесный, утешителю души истины, и живи, 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 живи. В 2008 году уцелел только предел святителя Николая Чудотворца. Колокольня и Казанский предел были разрушены в советское время. После нескольких лет улаживания юридических хозяйственных вопросов с компанией «Уралсвязь информ», здание свято-троицкого храма было возвращено его историческому законному владельцу – православной церкви. «Что нельзя разрушать, то нельзя разрушать. И он не может разрушить окончательно. Мы надеемся, дай Бог, чтобы нам дожить до этого времени, и чтобы меня еще ударить в колокол на этой колокольне». Сбылись чаяния звонаря Василия Демьяновича. Зазвучали колокола Возрожденного храма, а староста прихода Алексей, теперь иерей Алексей, настоятель храма в соседнем соктябрьском поселке Андра. Воля Божья, молитва и привидения словно возвращают жизнь к Божьему устроению. «Средь зелени вознесся храм с золотыми куполами, белый, как невеста. Пусть будет память, неподвластная векам, пусть будет это навсегда святое место». Кутский Свято-Троицкий монастырь почти 250 лет, начиная с 17 века, был центром православия во всем Северном Зауралье. К началу третьего тысячелетия от богатого монастырского комплекса сохранилась только полуразрушенная Троицкая церковь. Одно из самобытнейших, как считают специалисты, произведений сибирского зодчества. «Уникальное сооружение, потому что относится к одним из первых храмов в Сибири и является примером школы, строгановской школы». Памятник сибирского барокко сохранил в своей архитектуре тесную связь с культовыми строениями до Петровских времен. И восстановление его ведущими российскими археологами и реставраторами стало значимым событием в истории культурной и религиозной жизни России. Первые археологи прибыли в поселок Октябрьский Хантамансийского автономного округа в сентябре 2010 года. Они обследовали здание и фундамент, сохранившегося после большевистского погрома Свято-Троицкого храма, произвели необходимые раскопки и обнаружили древние захоронения. Предположительно, это священнослужитель примерно XVIII века. Ну, определенные характеристики, что это русский человек, но северного типа. Сама Свято-Троицкая церковь Котского монастыря, построена в 30-х годах XVIII века, имела вытянутую продолговатую структуру с двумя пределами, пятигранный алтарь, трапезную и шатровую колокольню. Сегодня она восстановлена в полном соответствии с чертежами, восходя к изначальному виду. Реставрационные работы ввело предприятие Евростро-реставрация из Тобольска. Московские веяния в храмом зодчестве того времени сильнее всего сказались на декоре фасада. Он создан по законам Нарышкинского барокко. Гладкие стены украшены только декоративным поясом и фигурными наличниками вокруг окон. Колокольня Свято-Троицкого храма, полностью разрушенная большевиками, заново выросла почти из земли на прежнем каменном фундаменте. Вновь поднялся ввысь тот самый Восьмирик на Четверике. Восьмигранный шатер колокольни, высота которого в кресте достигает 32 метров, стоит на четырехугольном основании. Над притвором, входом в храм, выложен рисунок ангельских крыл, хранящих строителей и благоукрасителей от всякой напасти. Взлетел к небу шатер колокольни, белоснежный, как и стены храма. А зеленые, красивейшие купола его, летом сливаются с листвой растущих рядом берез и тополей, а суровой зимой, как бы напоминают, мы – цвета жизни истины. В золоте крестов и зелени куполов наших все побеждающие и такая близкая среди снежного безмолвия – вечность. Интересна судьба возрождения Свято-Троицкой обители. Началась она в Тобольско-Тюменской епархии, продолжилась в Хантамансийской, а завершилась в новообразованной Югурской епархии, входящей в состав Хантамансийской митрополии. За ходом работ лично следил ее глава, митрополит Павел. Именно он, будучи еще епископом Хантамансийским и Сургутским, принял историческое решение о восстановлении в Октябрьском не только Свято-Троицкого храма, но и мужского монастыря. Конечно же, мы намерены обязательно те, которые монастырь, не Кандинский монастырь, он подходит под программу округа, входит в программу восстановления памятников порушенных. Я надеюсь, что мы общим усилием возродим этот монастырь. Котский монастырь сегодня сердце Югурской епархии, в котором жива древняя молитвенная история. За последние несколько лет полностью отреставрирован Свято-Троицкий храм монастыря появились первые насельники и послушники. Уже по монастырскому уставу совершаются богослужения. Архиерейское подворье, а именно так, пока зарегистрировано обитель, живет полноценной молитвенной жизнью. И, конечно, появится братский корпус, при котором мы планируем сделать трапезу для паломников. Это расширит возможности развития исторического монастыря. Ну и, может быть, братья станет приумножаться, и появится реальная возможность уже из разряда архиерейского подворья его перевести в разряд действующего монастыря Русской Православной Церкви. В монастырском храме, как и в прежнем, древнем, три предела. Главный в честь Святой Троицы, южный в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы и северный в честь святителя Николая Чудотворца. В южном пределе храма регулярно совершаются богослужения. Основное наше послушание – это молитва. То есть мы стараемся совершать здесь, ну, каждое воскресенье – это обязательно, богослужения и на неделе, еще когда, в зависимости от того, когда, какой праздник. Молебны совершаем каждый день, совершаем, принимаем сорока усты годовые, молимся, я всем постоянно говорю, паломники приезжают, те, кто здесь живут у нас, есть сотрудники, которые трудятся, несут послушание. Я говорю, конечно, это основное наше послушание – молитва. на базе монастыря у нас функционирует иконописная мастерская, иконописцы пишут иконы, и эти иконы мы можем увидеть в нашем храме. Приезжают иконописцы с разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. Сейчас на территории у нас работает девушка, воспитанница иконописной школы города Тобольска. Приехала с Казахстана в летний период, работали наши выпускницы, которые сейчас находятся в Барнауле, в Кемерово, вот сейчас должны приехать с Донецка. Но это я говорю о иконописцах, которые обучались в Тобольске в иконописной школе в то время, когда я был заведующим этой школы. Вот они приезжают, либо реставрируют иконы, либо пишут иконы. В новой истории Свято-Троицкого монастыря есть и обретенные святыни. Это камень из Иерусалима, старинные намоленные иконы и большая, созданная иконописцами и учениками Игумена Алипия, икона Святой Троицы, которой суждено стать алтарной и ковчег с мощами святых угодников Божиих. При Коцком Свято-Троицком монастыре действует настоящая иконописная мастерская. Пишутся иконы и для монастырского храма, и для верующих, желающих за пожертвования, получить икону с изображением святого или праздника для домашней молитвы. Живет обитель, дышит молитва, крепнет вера и есть надежда на возрождение в монастыре настоящей монашеской жизни. Белоснежным островком молитвы возносится к небу храм, живой свидетель истории, посредством которой познается настоящее и без которой скудеет будущее. Река времени зеркалом глади своей отражает вековую явь, открывая островки непознанного доселе, возвращая утраченные протоки, увлекая в новые и новые глубины истории. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok